СПАРТ 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 В общем, это все делалось руками школьников. Начиналось. Даже лес приходилось валить вручную. После школы это все делалось. Такое еще начинал Михаил Николаевич Холмов. Все это было приняло. Потом он ушел от этого всего. И в принципе потом уже хорошо, что организовалось объединение монолит. И пришел Неверов с Арфаницким. И потом можно сказать про Александра Борисовича Неверова, что он фанат своего дела. Вот это хорошо. Да, да. Хорошо, что просто есть люди. Он держит еще это все. И благодаря нему это еще все в городе присутствует. Приезд Александра Неверова в наш город поистине стал событием для любителей спортивных единоборств. Все это началось в 1991 году, когда я переехал с Алтайского края сюда. Я там тренировал. В детском спортивном школе работал по борьбе с специалистом. И когда приехал сюда, здесь почему-то вроде говорили был тренер такой Михаил Холманов. Вроде работал. Я думал будет напарник с кем будет работать. Но когда я приехал, он уже ушел из развития борьбы. И с Владимиром Валентиновичем Арфаницким мы решили, что наберем группы по борьбе с самбо, найдем специалистов. И начнем работать уже не как секция, а как спортивный клуб. Ну и вот потихоньку, потихоньку, в тот период мы начали работать. Около 200 человек тренировалось. Ребят называется. Мы начинали в Корсунской церкви. Конечно, условия не очень правильные, качественные. Но все-таки это какое-то было помещение. Ну, со временем вроде мы развиваться стали. Ну, конечно, я старался. Я в этом виде давно уже, 24-й год работаю. Так сказать, это моя работа, моя жизнь, можно сказать так. А нынешний турнир стал весьма представительным. И угличане, как всегда, не затеряли среди именитых соперников. Пять призеров и два победителя. И итоговое второе место в командном зачете. Таков урожай этих соревнований. Как вы смогли победить довольно сильного соперника Сярославля? Ну, я еще с самого начала рассчитывал на мельницу в стойке. Чистой победой. Ну, вот и получилось. Это ты, соперник, вам знаком уже был? Нет. Ну, я на прошлых соревнованиях видел его, а бороться не боролся с ним. Сейчас Александр Неверов вас называет одним из лучших и перспективных борцов города Углича. Хотелось бы в этой связи услышать от вас, какие у вас планы вообще? Планы в борьбе? Ну, я хочу очень долго тренироваться, достичь хороших результатов и выехать на Россию. И все-таки по-настоящему оценить уровень развития самбо и дзюдо в Угличе может только высоко квалифицированный специалист. Неверов Александр Борисович делает много для того, чтобы борьба с самбо и дзюдо в городе Угличе развивалась. И старается для этого много сделать. И у него есть талантливые ребята. И с каждым годом появляется все больше и больше их. Ну, для этого должны ему, конечно, помогать это власти города Углича, чтобы самбо и дзюдо, особенно самбо, национальный вид нашей страны развивался, как можно сказать, больше и больше. Что сказать по этому турниру? Турнир. Сейчас приехало пять городов. Ну, это как бы в основном города нашей области. Но мы думаем, что он с каждым годом будет развиваться все больше и больше. А в связи с тем, что у нас сейчас президентом областной федерации стал Блатов Вячеслав Юрьевич, борьба с самбо и дзюдо в Ярославской области начинает развиваться все больше и больше. Рыбинск город побольше, чем Углич. База там посильнее, традиции получше. И все-таки, как вы считаете, чего не хватает нашим спортсменам, чтобы выйти на тот уровень, которого достигаете вы, то есть заслуженных мастеров спорта, мастеров спорта международного класса, просто мастеров спорта России? Почему здесь все-таки нет, скажем так? Во-первых, в Угличе и народу не так много. Как в Рыбинске, как в Ярославле, как, например, в Москве или в Ленинграде, где миллионные города, из такого большого количества появляются по-любому звезды и все прочее. Здесь, чтобы вырастить одного чемпиона, даже призера России, нужно десятилетия, чтобы достичь такого результата. Но я думаю, тут все равно рано или поздно появятся звездочки сначала, а потом и звезды. Главное-то, что для нас, это чтобы было и развитие борьбы с самбо, а самое главное, чтобы занималось как можно больше детей. Это развитие детско-юношеского спорта. И хотелось бы, чтобы власти Углича обратили на это внимание, помогали Александру Борисовичу. Он развивает борьбу с самбо и дзюдо в городе Угличе, и чтобы они ему помогали в этом. Организаторы постарались, чтобы и участники, и тренеры, и судьи, и ветераны спорта, что немаловажно, получили призы. И от этого турнир по самбо стал настоящим праздником для всех, кто на нем присутствовал. Дорогие родители, уважаемые спортсмены, сегодня занимательный день в жизни спортклуба «Монолит», он равный в свое 15-летие. Не легкие годы он переживал за все это время. Самбо у нас развивалось и до его развития во дворце культуры, но как бы встал уже на такую профессиональную основу именно с момента открытия спортклуба. Если кто-то помнит из ветеранов, спортклуб свое начало получил, был очень открытым в Харсунской церкви. Да, вы понимали, что это временное явление, но тем не менее 200 с лишним человек тогда изначально ходило. Задача нашей власти сделать таким образом, чтобы свое 20-летие спортклуб праздновал в спортивном зале, где будут лежать два стационарных больших ковра, новых ковра. Для того, чтобы нашим детям была перспектива развиваться и стремиться к высотам спортивных достижений. Наша задача на территории стадиона «Чайка» организовать спорткомплекс, который будет не только иметь многофункциональный спортивный зал 60 на 24, который начнется строиться уже в этом году, но также мы хотим построить два специализированных зала – зал бокса и зал борьбы. Я думаю, что это будет не очень просто реализовывать, но мы обязаны это сделать, потому что такие фанаты своего дела, которые стоят сегодня у истоков, и стояли у истоков и стоят сегодня, как Александр Неверов, как все его сподвижники, они заслуживают того, чтобы при таком отношении власть вкладывала деньги в развитие спорта, а конкретно сам Буизуду. Я поздравляю вас с юбилеем, с 15-летием, поздравляю с теми результатами, которые сегодня вы добились, и хочу пожелать успехов в дальнейшем, чтобы вы добились тех высот, к которым вы стремитесь, чтобы у нас в городе были еще не один мастер спорта, а может быть и мастер спорта международного класса. Все в ваших руках. Мы со своей стороны приложим максимум усилий, чтобы спорт в целом в городе не стал на новую волну развития. Приложим к этому максимум стараний и усилий. С праздником, дорогие друзья! Продолжение следует...